Всем привет, друзья! Значит, завершил я перевозку всей своей коллекции на новое место. Как и обещал, вторая часть видоса про консервацию магазинов. Сначала я перевез пистолеты, там были страйкбольные магазины на Грингазе. Я их консервировал и, в принципе, посмотрели мы результат консервации. То есть, она у нас показала 50 на 50. Кто не смотрел, ссылочку, можете посмотреть, кому интересно. Так как я обмолвился раньше, то есть, я завершил перевозку всей своей остальной коллекции, у меня приехал магазин Вэлловский от АК. Он же АК-74, он же АК-М, то есть, газовый АК и АК-СУ. То есть, он был на Грингазе с СО2-шными магазинами. Там проблем никаких нету, там ничего не пересыхает поуплотнительно. А этот магазин у меня потек везде. То есть, как с заправочного клапана, с боевого клапана и посередине, там, если я сейчас разберу, покажу. То есть, пятка такая добавляется, уплотнители к концу, там потекло тоже. Как я его собираюсь восстанавливать? Ну, с нашим простым способом. Самое первое, то есть, что можно попробовать, разобрать магазин, достать все уплотнители, замочить их в силиконе. И, возможно, вам повезет, когда вы соберете это все назад, все заработает. В принципе, магазины все пистолетные, я восстановил именно таким образом. То есть, я там ничего не менял, просто разобрал уплотнители, прокладочки все, замочил силиконов, собрал и все это пока держит, пока все хорошо. Тут сейчас будем смотреть, прокатит такой фокус или нет. Значит, как вы видите, магазин я уже разобрал, ну, на этом я немножко остановлюсь, как при сборке, так и в процессе проверки всей вот этой вот нашей задумки на работоспособность. И задал вопрос, может, кому-то интересно, все-таки магазин тут нестандартный, есть свои приколюшки. И, собственно, что я хочу показать, вот таким вот образом у меня все вот эти вот уплотнители замочены. То есть, в пакетике я сюда налил силикона, напшикал вот такого вот силиконового масла. Можно еще использовать просто вот в таких наборах, типа по ремонту гирбоксов. Там есть вот такие вот силиконовое масло. То есть, оно не под давлением, просто силикончик впшикается. Можно использовать его, но, как показала практика консервирования, потому что именно консервацию я проводил вот этими маслами, ну, такое. Значит, по разборке вот так вот выглядит магазин. Ну, если его, конечно, разобрать уже. Значит, что мы тут видим? То есть, для того, чтобы нам извлечь вот эту вот внутреннюю часть с пяткой. Сейчас я ее достану. Вот такая вот еще там идет пятка. Вот так вот оно все собирается. Вот такая вот пяточка. То есть, для того, чтобы нам достать вот эту вот часть. Кстати, в CO2-шном магазине принцип такой же самый, только вот тут вставляется баллон. А так вот эта вот часть очень-очень похожа. Так, для того, чтобы нам извлечь всю вот эту вот внутреннюю, нам нужно выбить вот эти два пина. Мы вот эти вот пины выбиваем, если магазин держим вот так, выбиваем у нас справа налево. То есть, чтобы пины вышли сюда. Потом мы пины вытягиваем, снимаем вот эту вот всю верхнюю часть вместе с губками удержаниями шаров. То есть, вот этой вот частью она вот так вот тут вот стоит. То есть, все вот это вот вытягиваем. Единственное, придерживаем пружину-подаватель шаров, который у нас находится вот так вот в магазине. То есть, и все. То есть, саму верхнюю часть, то есть, крышку, никаким образом разбирать не нужно. То есть, тут пинов никаких нет. Все внутренне удерживается на вот этих вот двух пинах. Все. Вот эта вот пластиковая часть у нас неразборная. Ее, в принципе, можно разобрать, но она вроде бы как приклеенная, и смысла в этом никакого нет. То есть, большая вероятность того, что что-то тут треснет, и на этом вся разборочка закончится. Так, по боевому клапану, что я хочу еще сказать. Сейчас я его достану из силикончика. Вот такого вот вида у нас боевой клапан. Так, вот так вот выглядит боевой клапан у нас тут. Для сравнения боевой клапан простого пистолета намного меньше. То есть, вот это вот у нас работает. Подтек у нас, скорее всего, вот этот вот уплотнитель. вот этот. Дальше заправочный клапан у нас выглядит вот таким вот образом. Ну, стандартный, без каких-либо прибамбасов. Единственное, тут, понятное дело, что вот это маленькое черное уплотнительное кольцо, оно у нас потекло. Ну, и вот эту вот пятку магазина, скажем так, вот. То есть, удерживает вот эти вот два уплотнительных черных были. Они оба стояли. То есть, для того, чтобы у нас газ не выходил вот тут, вот в этом соединении, скажем так. Ну, он у нас благополучно вышел. Сейчас эту всю тему я начну потихоньку собирать и буду периодически останавливаться, давать свои какие-то комментарии. Еще один момент по боевому клапану. Боевой клапан я выкручивал отверткой. Он, видно, немножко повредил гусики разцепа. Учитывая то, что он выходил туго, я решил перестраховаться, чтобы потом его не добить окончательно и сделал вот такую вот приблуду из болта. Для того, чтобы удобно его закрутить. То есть, мы надеваем и закручиваем. Если надо, даже можно шестигальничком поджать, но я бы не рекомендовал сильно их пережимать, потому что потом это все цинко-алюминиевый сплав, особенно в корпусе, можно потом это все назад не собрать. Значит, уплотнительные кольца у нас выглядят вот таким вот образом и устанавливаются они у нас вот сюда. Вот так вот. Вот. Одно. И сверху таким же самым образом устанавливается второе. Все так же само. Надеваем и устанавливаем. Вот. И дальше его, вот эту всю конструкцию нам просто нужно установить в пятку и поджать винтом. Значит, установил я уплотнители и зажимаю шестигранником на четыре вот эту всю конструкцию. Пока сильно зажимать не буду. вот таким вот образом оно должно все это выглядеть. Дальше поставим назад заправочный клапан. Значит, колечко уплотнительное на клапане заправочном у нас где-то 7 мм диаметра внешнем. И вот так вот просто оно сюда надевается. до самого конца. Значит, дальше мы берем простую отверточку и просто закручиваем его до конца. Закрутили, поджали, все. Сильно до конца не дожимаем. Будем смотреть по мере необходимости, нужно его поджимать или нет. И сейчас соберем боевой клапан и в принципе можно будет проверять герметичность. Остальное все вот эту систему имитации затворной задержки забирать будем чуть-чуть попозже. Значит, берем боевой клапан, устанавливаем, берем нашу штучку для того, чтобы закручивать было удобнее. Или же, как я делал, вставлял отверточку и потихоньку это все дело крутил. А сейчас уже есть самодельный ключ, который все это позволяет сделать проще. Клапан у нас работает. Сейчас будем заправлять и смотреть. берем баланс газом. И у нас жестко сифонило вот эти вот уплотнители. Сейчас будем пробовать поджимать чуть-чуть сильнее. Значит, есть у меня подозрение, что все-таки это все дело должно выглядеть вот таким вот образом. То есть одна у нас выше находится резинка, вторая резинка у нас находится ниже. И скорее всего, что вот таким вот образом оно должно быть собрано. Хотя когда я разбирал, у меня обе резинки находились вот тут. Возможно съехало. Сейчас попробую пересобрать в таком виде. Так. Значит, пересобрал. В принципе, видно уплотнитель. Как-то странно, если честно. Попробуем еще раз. Вот оно тут и выйдло. Попробуем заправить лучше резинку. Значит, как оказалось, значит, проблему вот тут я решил таким образом. То есть взял вот такую силиконовую резиночку тоненькую. Даже видно детскую типа заколки. Хвостики закручивать. До чего доходим, когда нету ничего. И проложил ее под низ. И тут проблема решилась. Но как оказалось, у нас течет еще вот тут такое же самое уплотнительное кольцо. Почему? Потому что вот видим вон в середине еще один винт. Вон там. Который удерживает вот это уплотнительное кольцо. И скорее всего, что тут такая же самая херня. И вот можем наблюдать, что тут резинкам пришла такая же жопа, как и там. Особенно верхний. Так вот замечательно их собирают на заводе. Все таки две должны у нас быть установлены вот тут на верхней части. Именно на вот этой. Сейчас я промажу ее силиконом и под нее подложу такую же самую тоненькую силиконовую резиночку. Завязывать хвостики девочкам. Значит вот я ее надел сверху и надел снизу. Сверху возвращаем назад резинку та которая была для того, чтобы она поджимала нашу силиконовую вот эту новенькую резиночку. И соберем все обратно. Так значит предварительный результат. Тут у нас сифона нету. А тут немножко сифонит. Сейчас будем пробовать подложить еще резинки. И кстати вот видим по уплотнителям вот этим все замечательно. То есть они восстановились проблем нету. Клапан хорошо держит. А вот эта вот хрень надо суть какого я буду дальше пытаться подложить резинки еще то есть у нас же две осталось грубо говоря если же не получится мотану фум-ленты и покажу результат. Итого значит все я пересобрал сейчас будем проверять значит что было почему текло тут не текло а тут текло перекрутилась у меня вот эта резиночка то есть когда надеваете если будете такого плана химией заниматься то есть надо чтобы она была ровненькая ну имеется ввиду сейчас на Windows фокусе вот значит что имеется ввиду то есть она должна быть не перекручена вот таким образом а просто ровненько вот так надеваться с ровненькой стенкой потому что я вот перекрутил и она у меня соответственно придавилась и сдохла так это такое а сейчас мы проверяем что у нас получилось самое главное так сифонов я не слышу клапан у нас поджат тут у нас тоже все хорошо все то есть все работает значит нам спасли положение вот такие вот детские резиночки тоненькие силиконовые резиночки которые можно проложить как прокладку хотя я думаю без проблем с этой ситуацией могла бы исправиться простая фум-лента но газовая скорее всего то есть намотать раза два три вставить закрутить я думаю что проблему с течью тут решилась без проблем а тут как мы видим резиночки удалось восстановить выдержав их в силиконе ну как вариант у меня вот то что я в предыдущих роликах показывал вот есть такие рекомпленты масло без застойких резинах ну что-то можно было подобрать ну как оказалось это не нужно значит как я это все дело делал брал пакетик напыжевывал туда в середину силикон накапывал ложил туда уплотнители заматывал и ложил в теплое место можно на батарею в принципе периодически положил убрал положил убрал чтобы лучше размещалась резина и в принципе вот таким вот образом проверять уже на самом приводе как это все работает значит дальнейшая сборка у нас нужно собрать систему которая ставит привод на затворную задержку с переключателем то есть когда у нас выстреливается последний патрон ну скажем так пулька последняя вылетает у нас поднимается вот тут лапка которая в свою очередь поднимает ударничек у нас и если мы произведем повторный выстрел у нас ударничек не ударит по клапану то есть не будет холостяков то есть холостить не сможем если этот переключатель переключить то есть у нас ударник заблокируется в боевом положении и при продолжании стрельбы скажем так у нас шарики вылетят но дальше мы сможем холостить то есть система холостения или же скажем так ну оно не затворной задержки неправильно сказал именно система холостения то есть с возможностью похолостить то есть вот сейчас вот это все мы будем собирать значит чего у нас она состоит то есть вот он сам переключатель в переключателе у нас две выемки вот так выглядит в самом корпусе мы видим тоже две выемки вот сюда и вот сюда в эти выемки у нас вставляются вот такие вот пружиночки малюсенькие малюсенькие и в эти пружиночки у нас вставляются шарики вот такие шарик ну чтобы не сбрехать приблизительно полтора два миллиметра то есть их желательно не потерять но если потеряете то как думаю возможно поискать там где продают подшипник шарики для подшипников возможно у них такие будут то есть приблизительно полтора два миллиметра те что четыре с половиной стальные от аэрганов они сюда не подойдут они гораздо больше значит по пружинкам видим они отличаются одна чуть-чуть мощнее другая чуть-чуть послабже та что мощнее устанавливается у нас вот сюда вверх а та что послабле устанавливается вниз то есть что мы дальше делаем мы скорее всего чтобы у нас шарики не вылетали дадим силикона на пружинку вставляем пружинку в посадочное место там где оно должно быть дальше на эту пружинку мы надеваем шарик вот таким вот образом и дальше нам просто нужно установить вот таким вот образом сам сам вот этот переключатель переключатель у нас прикручивается винтиком значит вот так вот я закрутил у него должен быть небольшой люфт потому что если зажмете сильно он не будет переключаться он будет клинить даже я чуть-чуть пережал можно чуть-чуть отпустить вот так все дальше у нас вот такой вот идет рычаг точно такой же самый с двумя углублениями под вторую пружинку и шарик то есть он у нас передает усилие уже от самого подавателя шаров скажем так от вот этого то что впереди стоит там еще один рычаг идет вот таким вот образом то есть оно друг поднимает а этот рычаг у нас управляется вот этой вот системой поднимается опускается то есть когда у нас шарик заходит у нас ну когда я соберу это будет более ясно понятно сейчас мы ставим таким же самым образом через силикон устанавливаем сюда пружинку и устанавливаем собрача вот я его установил на место вот так он тоже ходит то есть вот это у нас идет блокировка чтобы он всегда был в закрытом положении скажем так вот я собрал для наглядности всю вот эту вот систему третий рычаг у нас не прикручивается то есть как оно работает вот когда у нас шарик последний вылетает то есть у нас поднимается лапка которая соответственно поднимает ударник который бьет по клапану и система у нас не работает то есть если мы этот ударник опустим вниз заблокируем то есть чтобы он не смог подняться у нас при окончании шариков эта вся система блокируется вот и у нас удар боевой клапан ударник боевого клапана остается на месте и бьет по клапану с возможностью холочения то есть сильно зажимать это все делать не нужно то есть ходить оно должно свободно вот есть люфты оно будет у нас сдерживаться стенками магазина поэтому оно никуда не разлетится единственное тут все надо будет промазать силикончиком далее что мы делаем мы установим пружину которая толкает шарики у нее вот специальное место есть просто туда ее вставляем заправляем до конца все дальше мы начинаем потихонечку устанавливать среднюю часть в саму верхнюю пластмассовую шкобатурку скажем так если у нас не идет оно дальше до конца нужно аккуратненько отверточкой подцепить чтобы это все опустилось туда без усилий без необходимости бить по самой конструкции так как видим эту часть я опустил просто отверточками в сторону отведя вот эти вот губки то есть ничего меня не поломало все нормально пластик дает возможность дальше мы берем сам подаватель шаров устанавливаем его таким вот образом и подцепляем за вот эту вот лапку вот так берем верхние губки и вот эту вот резинку уплотнитель который соединяется с камерой блокбек устанавливаем сверху вот таким вот образом просто тупо сверху надеваем и теперь вот эту вот всю конструкцию нам просто нужно тупо утопить вниз все перед тем как забивать пины надо проверить работоспособность подавателя и вот этой системы холощения то есть как мы проверяем вот отвели вниз и она должна легко выстреливаться обратно без другой помощи то есть если мы ее заблокируем вот у нас она становится неподвижной разблокировали все это у нас работает дальше можно забивать пины осталось нам ставить два пина один пин у нас длиннее другой пин у нас короче тот что длиннее у нас понятно ставится там где у нас шире часть магазина тот что короче у нас ставится там где у нас уже часть магазина Эти оба пина удерживают всю конструкцию на месте и таким вот образом держат весь магазин. Разницы особо, как оказалось, с какой стороны устанавливать пины нет. Они без зазубрин, то есть с любой стороны их можно установить. Значит, вот у меня пины вставил до середины и просто нам теперь аккуратненько это все делаем или плоскогубчиком, или маленьким молоточком просто добить до конца, чтобы они зашли под лицо. Все. Вот они сели на место. Вот этот пин еще надо будет чуть-чуть дожать, чтобы это все закрылось. То есть утопить чуть-чуть сильнее. И магазин у нас собран. Наш собранный магазин. Сейчас мы его заправим. Все. То есть у нас ничего не травит. Клапан у нас поджат. Дальше остается только проверить работоспособность в приводе. Значит, возьмем привод. И перед тем, как проводить тест, я его частично разобрал. Хочу показать то, что я говорил. Работу вот этой системы холощения. Вот у нас лапка вот эта на магазине. Поднимает, соответственно, лапку тут. И поднимается вон ударник, который бьет по клапану. Вот эта лапка, та, что на магазине, вот тут, который мы выставляли. Вот поднимает ударничек. И у нас ударник уже по клапану не попадает. Вот такая вот система холощения или отсутствия шарика в боезапасном магазине тут реализована. Сейчас все это я соберу и проверим работоспособность в магазине. Берем наш привод. Берем магазин. Магазин у меня минут 20 полежал, пока я за приводом сходил. Все нормально. Ничего у нас не вытекло. Так, что мы дальше делаем? Переключаем в режим холощения, то есть опускаем лапку, тянем переключатель на себя. Тут у нас ударничек проверяем в нижнем положении. Вставляем в магазин. Одиночечка. Работает. В режим автоматической стрельбы. Тоже все работает. Ничего не травит, ничего не шипит. Вот такой вот у нас небольшой видосик был. Собственно, вот таким вот колхозным, очень колхозным способом можно починить магазин. Ну, как сказать. Сделали из того, что имели. Понятно, что продаются ремкомплекты. Очень-очень редких случаях именно на вот эту Вайловскую можно найти родные ремкомплекты. Возможно, что-то подойдет от ВЕ. У них похожие автоматы есть. Или же, возможно, даже от пистолетов. Нет. Спасет фум-лем-то. Нет. Ну, тот, кто ищет, тот найдет. Вот даже резиночки для плетения косичек, как в моем случае, подошли и спасли ситуацию с магазином. Магазин сейчас рабочий, так как надеюсь, что мне больше не придется дальше коллекцию никуда перевозить. То есть, я за ним уже дальше буду ухаживать, как положено. Надувать газом, без всяких этих консерваций и всего остального. Значит, что дальше у нас по видосам будет? Понятно, что вот эта вся военная конинтель у нас продолжается. И конца, и края ей не видно. То есть, добавились еще у нас веренные отключения. Ну, именно в том месте, где я живу, в той стране. Ну, будем что-то делать. Будем пытаться дальше снимать. Руки не отпускать. Постараемся выбраться на природу, когда, ну, не знаю, как получится. Сейчас и погода, плюс еще времени не так много. Но все равно канал я постараюсь не запускать. Кое-что по возможности буду снимать и вылаживать. Ну, это не будет так часто, как хотелось бы. Также в покупке чего-то нового, ну, пока миссия ограничен, скажем так. И не так вопрос даже, как финансово, как в том, что тупо ничего интересного купить нет. А покупать что-то похожее на то, что уже есть. Ну, может, там других производителей. Ну, не знаю. Пока миссия над этим моментом думает. Ну, а на сегодня у меня все. Спасибо, что посмотрели мой видосик. Лайк, подписка. Ну, у меня на сегодня все.